ПЕСНЯ Рождество Христово – это день начала нашего спасения, спасения каждого христианина. Еще в IV веке этот праздник был совмещен с праздником Крещения и носил единое наименование – Бога Явления. В День Крещения была явлена Троица – Бог Отец Глазом, Бог Сын, стоящий в реке Иордан, и Бог Дух Святой в виде голубя. В День Рождества был явлен миру совершенный человек и совершенный Бог – Иисус Христос. События двух этих праздников, которые в современном церковном календаре разделены 12 днями, очень связаны богословски и исторически. С точки зрения богословия в этих событиях мы находим содержание нашей веры, которая свидетельствует о вочеловечении Бога и его последующей смерти и воскресении. С исторической точки зрения это событие положило начало нового летоисчисления, изменило навсегда жизнь и традиции тех людей и стран, которые приняли христианство. О Рождестве Христовом нам рассказывают несколько евангелистов – евангелист Матфей и евангелист Лука. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сия ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Все дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему, Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались, радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе». Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». В Евангелии от Матфея, 1 глава, 18 стих, и до 2 главы, 15 стих. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына, своего первенца, и испеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господне осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в очреве. Евангелие от Луки, 2 глава, 1, 21 стих. Во II веке известно празднование Рождества Христова, но не как отдельного праздника, а как часть праздника Богоявления. В День Богоявления вспоминались два события жизни Христа – рождение и крещение. В середине IV века праздник Рождества Христова празднуется отдельно. Мы точно не можем сказать, что повлияло на установление этого праздника. Возможно, построенный императрицей Еленой храм на том месте, где находится пещера, где родился Христос в Вифлееме. Храм Рождества Христова в Вифлееме освящается уже в 339 году. Алтарем для подземного храма становится сама пещера. Первая пещера – в земной жизни Христа. Второй станет пещера, в которую будет положено его тело, а затем он воскреснет. Возможно, на установление праздника оказали влияние и события Первого Вселенского Собора. Не сохранился список епископов, которые участвовали в Соборе. Этот Собор осудил ересь орианства и установил догмат Святой Троицы. Но по преданию, среди участников Собора были святы Сильвестр Римский, Александр Александрийский, Николай Мерликийский и Спиридон Тримийфунский. Святитель Спиридон объяснил примером догмат Святой Троицы. Как в кирпиче соединяются глина, вода и огонь, так и в Господе – три ипостаси. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Установив догмат, определяющий божественность Христа, необходимо было и напоминание о том, что он был и человеком, и что родился он, как обычный человек, и муки испытывал, умирает на кресте, как человек. Первое изображение, описывающее события, появляется уже в катакомбах. Катакомба – это место для захоронения, устроенное в Римской империи. Там был объявлен закон «Локус религиозус», и каждый мог почитать тому Мершего согласно той религии, которую исповедовал сам Мерший. Там христиане совершали первые литургии на мощах мучеников, на могилах своих святых. Собирались, не страшась, быть гонимыми, и украшали стены изображениями, которые напоминали об итоге человеческой жизни. И встречи с любимыми перед очами Господа. В церкви Санта-Мария Маджоры в Риме есть мозаика Рождества Христова, датируемая V веком. В центре композиции на порфировой подушке выседает Христос. Справа от него сидит Богоматерь в прекрасных одеждах римской Матроны, а слева – повитуха Соломея, показывающая свою исцеленную руку. Волхвы в одежде персидских придворных стремятся поклониться Христу. Ангелы славят его, стоя за троном младенца, а слева стоит Иосиф, который не участвует во всеобщем торжестве. Иосиф никогда на иконах не изображен радостным. Это подчеркивает, что Иосиф не является отцом родившегося младенца. Его отец – Господь Бог. Служенка Соломея часто встречается на иконах вплоть до XII века. Она сомневалась, что Богоматерь по рождению младенца осталась девой. Захотела проверить это, и ее рука онемела. Когда она исповедовала свое сомнение, то исцелилась, и рука начала чувствовать. Уже в IV веке на саркофаге из мантуи младенец Христос изображен лежащим спеленутым в яслях, а рядом с ним вол и осел. Вол и осел останутся на иконах за яслями Христа на протяжении всех XVI веков. Про них ничего не говорит ни предание, ни писание. Но пророчество Исаии говорит, вол знает владителя своего, и осел – ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Первая глава, третий стих пророчества Исаии. Ясли младенца уже на кафедре Максимиана, которая была выполнена около 550 года, становятся похожими на престол, престол, который находится в алтаре храма. На иконах до IX века Богоматери изображена сидящей. Это напоминает нам о том, что в основе христианского искусства находится античное искусство, и женщина, рождающая, изображала сидящей в античном искусстве. В Богоматери беседе обращена то к волхвам, то к пастухам, то к Иосифу. Напоминание о том, что Иосиф на протяжении всех событий сомневался, привело к тому, что на иконе к нему приходят пастухи, для того, чтобы и он порадовался о рождении царя царей. Такое изображение мы видим в росписях, выполненных в 1282 году в церкви Аморфия, которая находится на острове Гина в Греции. Уже в росписях, выполненных во второй половине XIV века в церкви святого Дмитрия Маркова монастыря в Македонии Иосиф беседует только с одним из пастухов. Этот пастух останется и на русских иконах, и будет символом сомнения Иосифа. На православных иконах вы никогда не увидите Иосифа в радости, склоняющуюся над младенцем Христом. Иосиф не радуется, не его сын родился. Рождество Христово – это праздник надежды, праздник, который положил основу нашего иконопочитания. Воплотился Бог, и Он пройдет путь человека, умрет, но воскреснет. И каждый из нас может теперь быть спасен. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Рождество Христово – начало нашего спасения. Восьмая песня канона праздника напоминает нам о радости освобождения от рабства греха, как израильский народ радовался от освобождения вавилонского плена. Скорбь побудила отложить музыкальные инструменты, так как не пели дети Сиона в земле чужой, но разрушают всю вавилонскую ложь и музыкальные гармонии из Вифлеема, воссиявший Христос. Потому, воспевая, воскликнем все творение, да благословит Господа и превозносит его во все века. Христос родился, Бог воплотился. Субтитры создавал DimaTorzok